Спортивные турниры и праздники, как правило, посвящают значимым историческим датам, выдающимся личностям и защитникам Отечества. Одно из последних соревнований в Люберцах как раз прошло в честь героев, которые сейчас отстаивают интересы своей Родины. Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» выступило инициатором проведения открытого турнира по тэквондо, посвященного участникам специальной военной операции. Тему продолжит Луиза Игия-Зарян. Сегодня в «Триумфе» как никогда много почетных гостей. Большинство в военной форме и в парадных кителях морской пехоты. Вместе с представителями спортивных организаций и руководством городского округа Люберц они приветствуют юных тэквонтистов, которые участвуют в турнире, посвященном героям нашего времени. По окончанию этих всех мероприятий, средства, которые будут получены, пойдут для обеспечения материально-технического наших морских пехотинцев, которые находятся на переднем крае. Мы не понимаем, что за спиной у них крепкий тыл, крепкая поддержка. Это моделирует их на победу. Ура! Уважаемые друзья, Владимир Пулин сказал, здоровый образ жизни – это личный успех каждого. Тэквондо – это путь к этому успеху. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. В турнире, который проходил три дня, приняли участие около 600 спортсменов из Москвы и Московской области. Большинство – воспитанники «Спартака». Сначала выступили кадеты, а потом юниоры и взрослые. Идея замечательная, и такие турниры должно быть побольше, потому что участники, те герои, которые сейчас находятся у нас на передовой, они своей жизнью, так сказать, воюют за мирное небо над нашей землей. Хотелось бы, так сказать, пожелать всем нашим участникам СВО, всем нашим военным, кадровым военным, мобилизованным ребятам, четкое выполнение поставленных задач и скорейшего возвращения живыми домой с победой. В каждой возрастной группе весовой категории определили тройку сильнейших спортсменов. Всего на турнире по тэквондо, посвященном участникам СВО, разыграли 56 комплектов медалей.